Как Казанский федеральный университет порадовал докторов и кандидатов наук? Полиомилит, убийца 20 века! Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Василий Шурыгин. В Высшей школе государственного и муниципального управления состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений и муниципальных районов Республики Татарстан. Основной темой программы стали современные подходы к управлению сельскими поселениями. Как Казанский университет порадовал докторов и кандидатов наук? Смотрите в следующем сюжете! В Музее истории Казанского федерального университета прошла торжественная церемония вручения дипломов кандидатам и докторам наук. В мероприятии принял участие первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. От лица Казанского федерального университета он поздравил присутствующих с пересуждением ученой степени. Мы будем очень рады видеть вас в этом зале для следующей церемонии вручения дипломов следующей градации. Ну а тем, кто уже получает диплом доктора наук, ну, наверное, уже большой-большой премия, которую тоже в Казанском университете есть традиция научной премии вручать. Дипломы доктора и кандидата наук были вручены 36 соискателям, представляющих не только Казанский федеральный университет, но и другие научно-образовательные, коммерческие организации Татарстана, а также иных регионов России. Свою ученую степень получила и заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева. Я получила диплом к кандидату педагогических наук уже много лет. С 1996 года я не перестаю преподавать и получаю от этого искреннее удовольствие. И, кроме того, результаты тех исследований, которые легли в основу работы, они как раз мне очень важны в рамках организации той работы, которую я веду в кабинете министров республики Татарстан. Возникла идея написать работу, раскрыть алгоритмы, каким образом сформировать в вузах инновационную экосистему, и этому была посвящена работа. Но после того, как работа была оформлена, соответственно, выбор пал на Казанский федеральный университет, потому что я знал, что здесь очень сильные диссертационные советы, очень сильные научные школы. Напомним, что Казанский федеральный университет входит в перечень научных организаций и вузов, которым предоставляется право самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы и присуждать ученые степени, доктора и кандидата наук. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Профилактике одного из наиболее тяжелых вирусных заболеваний, поражающего нервную систему человека и вызывающего параличи, порезы и атрофию мышечных тканей, приводящего к гибели или инвалидности, посвящен отмечаемый ежегодно 24 октября «Всемирный день борьбы с полиомиелитом». О заболевании и его особенностях далее в сюжете. Заболевание, способное развиться в любом возрасте, однако поражающее преимущественно детей в возрасте до 5 лет долгое время было настоящим кошмаром для родителей во многих странах мира. Полиомиелит знаком врачам очень давно, но описан сравнительно недавно. Дело в том, что в 19 веке наблюдались единичные вспышки этого заболевания, и лишь с 20 века оно стало грозным, вызывающим эпидемии в развитых странах. Тогда и возникла необходимость изучить его, наблюдать проявления и искать способы борьбы с его массовым распространением. В 50-х годах после введения поголовных прививок детей заболевание быстро пошло на убыль. Начатая вакцинация детей способствовала сокращению заболеваемости почти на 99%. Полиомиелит – это инвалидизирующее заболевание. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, у 10% заболевших возникает паралич дыхательных мышц, что приводит к смерти. Инкубационный период длится в среднем от 6 до 21 дня. Первые симптомы не специфичны и могут быть проявлением различных инфекционных заболеваний. Полиомиелит – инфекционное заболевание, передающееся при прямом контакте через слюну, зараженную воду или пищу. Болеют полиомиелитом как взрослые, так и дети. Но дети до 5-летнего возраста хуже переносят болезни с необратимыми поражениями нервной системы, параличом, который может привести к смерти или сделать ребенка инвалидом. Первоначальные симптомы этой болезни могут быть разные. Лихорадка, головная боль, боль в животе, тошнота, рвота, боль в мышцах. Болезнь может протекать бессимптомно, заканчиваясь различными осложнениями вплоть до паралича. Специального противовирусного лечения полиомиелита не существует. Вакцинация является единственным способом предотвратить заболевания у детей и взрослых. Их массовое применение позволило достичь значительного снижения заболеваемости полиомиелитом как во всем мире, так и в Российской Федерации. Вакцинация проводится с применением безопасных вакцин. Первые четыре прививки проводятся инактивированной полиовирусной вакциной, две последующие – оральной полиовирусной вакциной. Сегодня 80% населения Земли живет в благополучных по полиомиелиту регионах. Это, безусловно, огромное достижение мировой медицины, но медики по-прежнему обеспокоены тем, что вирус полиомиелита не удалось полностью победить. И пока он существует где-то в мире, циркулируя среди населения, нельзя исключать вероятность его миграции. Для окончательной победы над этим серьезным заболеванием непросто преодолеть такие факторы, как военные конфликты, политическая нестабильность, труднодоступные места проживания людей и слабая медицинская инфраструктура. Благодаря массовой иммунизации против полиомиелита Российская Федерация сертифицирована как свободная от полиомиелита страна. Однако на сегодняшний день не все страны мира свободны от полиомиелита. С учетом высоких миграций в мире остается риск завоза полиовируса из неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации. Очень важно, чтобы все дети в мире в возрасте от 2 месяцев до 14 лет проходили полный курс вакцинации. Только в этом случае болезнь может быть ликвидирована полностью. И это основная задача, которая стоит перед Всемирной Организацией Здравоохранения. Целью Всемирного дня борьбы с полиомиелитом является привлечение внимания всего мирового сообщества к этим проблемам, связанным с этим заболеванием и необходимости всеобщей вакцинации. Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете модернизируют одежду и экипировку для добровольческих отрядов. О всех подробностях узнавал Амир Ахтямов. В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизированных. Потому что в России очень мало институтов, которые сегодня занимаются этим профессионально. требуются высоко квалифицированные кадры, нужно особенное оборудование, нужны передовые технологии. Но мы понимаем, что эта ниша очень востребованная. И в том числе перед нами ставили задачу развития и легкой промышленности, и сферы текстиля. По словам преподавателей, сегодня пошивом одежды и экипировки для военных в России занимается немало волонтеров. Но они в основном просто копируют существующие изделия. Именно поэтому в создании изделий принимал участие и научный консультант Евгений Жемков. Он участвовал в специальной военной операции и теперь помогает проектировать, конструировать и моделировать одежду для мобилизированных. Я попросил, мне пошли навстречу, так как я занимаюсь сбором гуманитарной помощи нашим бойцам, конкретно добровольческим отрядом «Барс» и «Алга» и «Темир». Ну, мне пошли навстречу и согласились делать пошивку. Причем по одной простой причине. Гуманитарная помощь с каждой недели становится дороже и дороже. Цель работы – изготовить максимально удобные и безопасные изделия для военных. Основная миссия – это не промышленное изготовление, а изготовление опытно-конструкторских образцов, которые по своим характеристикам превосходят существующие. Можно рассматривать эту область не только как ошивание опытных образцов, но и как какого-нибудь ошивание, либо коллекция одежды, либо просто что-то потренироваться, что-то новое придумать, какой-нибудь дизайн. Это очень интересно. Отметим, что в КФУ планируется шить балаклавы, тактические рубашки, разгрузочные жилеты и некоторые другие вещи. Первая опытная партия отправится в зону СВО уже в ближайшее время. Амир Ахтемов, Александр Кузнецов, Универньюс. Южнокорейские военные открыли огонь посудной с КНДР в Желтом море. Подробнее в причинах конфликта разбиралась Аделина Абдрахманова. Южнокорейские пограничники открыли огонь посудну Корейско-Народной демократической республики в Желтом море. Это были предупредительные выстрелы из-за нарушения границ, пояснили в Сеуле. Пхеньян заявил, что Северная Корея открыла ответный огонь из реактивной системы залпового огня. Мы видим, что бывают периоды обострения, кризиса, когда в зоне разнежелания, в зоне так называемой безопасности, разграничения между Южной и Северной Кореей стреляют. Бывают жертвы, бывают перебежчики в основном, которые бегут из Северной Кореи в Южную Корею. Потом бывают периоды всплетка переговорного процесса, то есть нормализация отношений, когда ищутся точки диалога, выстраиваются какие-то схемы нормализации отношений. Но, опять же, пока ни один переговорный процесс, который проходил, например, в 80-е, 90-е, начало 2000-х годов, он до какого-то логического итога не был доведен. Начало конфликта Северной и Южной Кореи началось после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Противостояние между правительствами двух сторон конфликта Корейской Республики поддерживали разные страны. Китай и СССР были сторонниками Корейско-народной демократической республики, а США и Великобритания были на стороне Южной Кореи. Все эти разногласия привели к кровопролитной войне. Тогда военные действия не привели к результату. Однако, каждая из сторон понесла большие человеческие потери. Корейский полуостров остается разделенным по сей день. Развитие двух сторон Кореи значительно отличалось. Если Южная Корея старалась развить свой уровень жизни и в скором времени превратилась в демократическое, промышленно-развитое государство, то Северная стала одной из закрытых и слабо развитых в экономическом плане республик. Из-за разработки ядерного оружия КНДР находится под жесткими санкциями ООН. Северная Корея, она изначально выбрала этот путь развития, поскольку там была господствующая коммунистическая партия. И, соответственно, северокорейские коммунисты, они заявили о непризнании любых форм влияния со стороны капиталистического Запада, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки. На вопрос, что ожидает стороны, политологи отвечают просто. Очень серьезный вопрос, да. Но перспектива какая? Перспектива, наверное, состоит в том, что, наверное, постепенно при условии взаимной воли руководства обоих государств, наверное, можно прийти к тому, что в итоге корейская нация будет каким-то таким единым целым, да. Может быть, они будут разных государств, но, по крайней мере, будет возможность для нормального общения. Мы будем следить за развитием событий. Аделина Абдрахманова, Универньюс. На этом все. В студии был Василий Шурыгин. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова